Чебуреки. Покажу несколько видов теста и самые разные начинки. Уверена, что смогу вас даже удивить. Начну со своего любимого теста. В миску просеиваю примерно 450 граммов муки. Вливаю сюда же 250 миллилитров воды. Вода комнатной температуры. Добавляю половину чайной ложки соли, половину столовой ложки уксуса 9% и полную столовую ложку растительного масла. Замешиваю тесто. Если тесто липнет к рукам, добавляю еще немного муки. Даю тесту отдохнуть примерно полчаса. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Подпишитесь, если еще не со мной, а я продолжаю. Конечно, все мы привыкли к чебурекам с мясом, но попробуйте мой рецепт начинки. Муж сказал, что получается вкуснее, чем с мясом. Да, удивительно, но да. В общем, тунец. Натуральный консервированный тунец без масла. Я выложила его из баночки, немного размяла вилкой. Добавляю лук. Его должно быть примерно столько же, сколько и рыбы. Лук я нарезала тонкой соломкой. Перемешиваю. И обязательно добавляю еще несколько ложек жидкости, которая осталась в баночке, чтобы начинка получилась сочной. Можно еще досолить. Но я этого не делаю. Нам посоли как раз нормально. Все, начинка готова. И тесто уже отдохнуло. Смотрите, какое оно стало гладенькое и послушное. Делю тесто на кусочки. У меня обычно из этого количества получается 16 средних чебуреков. Раскатываю лепешечку тоненько. Толщина должна быть 1-2 мм. На одну половину лепешечки выкладываю примерно столовую ложку начинки. Накрываю второй половиной лепешечки. И соединяю края, хорошо придавливая пальцами. А теперь с помощью обычной тарелки я тесто обрезаю. Вот так. Следующая лепешечка. Начинка. Соединяю. Обрезаю. Можно, конечно, и не обрезать. Но так чебуреки получаются ровненькими. И нигде по краю не остается нежелательных дырочек. А из обрезков теста можно приготовить вкуснейший хворост к чаю. Обжариваю чебуреки в хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Пока чебуреки еще горячие, тесто хрустящее. Но даже когда немного полежат, не менее вкусно. Давно хотела поделиться с вами этим рецептом. Да, люди должны знать, как это вкусно. Да, это очень вкусно. Очень. Но, конечно же, с мясом мы готовим чебуреки чаще. Смотрите, какая красота. Идеальное. И очень вкусное тесто. И ароматная, сочная начинка. Для начинки лука я беру примерно столько же, сколько и мясо. Так вкуснее. У меня сегодня свинина. Но мясо, конечно, можно взять любое. Измельчаю мясо с луком в мясорубке. Добавляю соль по вкусу. И примерно полстакана холодной воды. Начинка должна быть сочной. Если кажется суховатой, добавляю еще немного воды. Тесто здесь у меня такое же, как и в первом рецепте. Делю его на 12 частей. И каждый кусочек раскатываю очень тонко, подсыпая муку. Выкладываю начинку. И соединяю края лепешечки. Также край обрезаю тарелкой. Обжариваю чебуреки по одному в большом количестве растительного масла. Аккуратно переворачиваю. И обжариваю с другой стороны. И вот что получается. Лучше, конечно, подавать горячими. Как же это вкусно! Еще один рецепт теста для чебуреков. Это заварное тесто. Я и пельмени, и вареники из него готовлю. Ну и чебуреки тоже иногда. В тарелочку разбиваю одно яйцо. Добавляю половину чайной ложки соли. И три столовые ложки растительного масла. Перемешиваю вилкой. В миску просеиваю три стакана муки. Я беру вот такую чашечку объемом 250 мл. Но это не важно. Можно взять любой стакан, даже немного меньшего объема. Тут важно, чтобы и муку, и кипяток вы отмеряли одним и тем же стаканом. Важны пропорции. Делаю в центре углубление. И вливаю яйцо с маслом и солью. Перемешиваю с мукой. Теперь не очень полный стакан кипятка. Примерно 230 мл. Нужен именно кипяток. Только вода закипела, сразу в тесто. Аккуратно замешиваю. Аккуратно, потому что горячо. Тесто получается очень мягенькое и приятное. Убираю в пакет минут на 15. Затем тесто раскатываю. Вырезаю кружочки. Формирую чебуреки. И обжариваю в разогретом масле. Вот такие аппетитные получаются чебуреки. И очень вкусные. Весь сок внутри, смотрите. И тесто хрустящее. Из этого же теста я готовлю чебуреки с мойвой. Это оно очень вкусно. Я уже делилась когда-то этим рецептом. И если вы пробовали, оставьте свой отзыв в комментариях. Для начинки нужно убрать из рыбки все ненужное. Я обычно разделываю моего чайной ложкой. Так удобнее всего. Вот так вот счищаю мясо с костей. Кожица здесь тоже не нужна. То, что осталось, нарезаю мелко. К рыбе добавляю примерно столько же нарезанного лука, черный перец и соль. Перемешиваю. Тесто раскатываю очень-очень тонко. И с помощью тарелочки вырезаю кружочки нужного диаметра. Тут вообще не важно. Если вы любите большие чебуреки, возьмите тарелочку побольше. Диаметр моей 13 сантиметров. Выкладываю начинку. Соединяю края. И по краю вилочкой вот так вот красиво делаю. Хотя это скорее не для красоты, а для того, чтобы сок никуда не убежал. Жарю, как обычные чебуреки, в большом количестве растительного масла. Смотрите, какие они аппетитные. Сейчас покажу, что внутри. Ай, сок капает. И рыба, и лук полностью готовы. Начинка сочная и запах очень-очень приятный. Если не пробовали так готовить, рекомендую. Действительно вкусно. Часто я готовлю такие чебуреки с сыром. Мои дети их тоже очень любят. А теперь самый простой рецепт. Мы называем это блюдо ленивые чебуреки. Уже по названию понятно, что здесь все очень просто. Начинки я готовлю сразу много. На 5-6 раз. 500 граммов курицы, 200 граммов говядины и 400 граммов лука измельчаю в мясорубке. Добавляю соль и черный перец. Перемешиваю. Обязательно добавляю немного холодной воды для сочности. На 400-500 граммов теста у меня обычно уходит примерно пятая часть от такого количества начинки. Остальное я порционно замораживаю. И в следующий раз эти чебуреки еще ленивее. Уже даже начинку не нужно делать. Слоеное тесто раскатываю потоньше. У меня слоено-дрожжевое, но можно взять просто слоеное. Нарезаю. Вот так. И потом на квадратики. Выкладываю на один край начинку. Края соединяю, чтобы получился вот такой треугольничек. И здесь снова мне нужна вилочка. Снова начинка. Соединяю. И защипываю. Выкладываю чебуреки на противень, застеленный пергаментной бумагой. И ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Время зависит от того, какое вы возьмете тесто. И от вашей духовки, конечно. Я смотрю по внешнему виду. Зарумянились вот так. Значит готовы. Ну вот, все готово. Смотрите, что внутри. Пахнет. Это правда очень вкусно. Я тут недавно в семейном архиве нашла видео, где мои дети готовят такие чебуреки. Семочке здесь примерно 2,5 года. Он тогда уже очень любил готовить. Попробуйте эти ленивые чебуреки. Проще уже только купить готовые. Даже у детей все получается. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. И всем приятного аппетита. Давай вот туда смотри и говори. Приятного аппетита. Жду вас в следующее воскресенье. Впереди еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok